Радио Пикчерс представляет Режиссер Джон Кромойл Экранная версия Лестер Коэн по роману Уильяма Соммерсета Моэма Режиссер Джон Кромойл Остановите, я выйду здесь Мистер Кони Да, я вас слушаю Уделите мне минуту Вот уже некоторое время я занимаюсь живописью Как вы думаете, есть смысл продолжать? Почему вы спрашиваете? Мне кажется, нет смысла здесь оставаться, если у меня нет таланта Если вы сомневаетесь в своем таланте, почему же вы до сих пор здесь? Потому что мне очень нравится этот город Когда я был молод, мне тоже здесь нравилось Только теперь это город неоправданных надежд Далеко ваша студия? Нет Поедем туда, и вы покажете мне свои работы Вам это приносит доход? Совсем небольшой На такую не проживешь Тогда позвольте сказать вам Особого таланта я не вижу Если только сдержанность линий Но вам никогда не стать более чем заурядным любителем Очень страшно осознать свою заурядность, когда уже слишком поздно Поверьте мне Вот, смотрите Филипп Кэрри Это имя должно быть не здесь Возьмите себя в руки Решитесь и сделайте серьезный шаг в своей жизни Есть идеи? Понимаете У меня небольшая свобода выбора Мой отец врач Я всегда интересовался медициной Если мне не суждено стать великим художником Может я стану тем, кем изначально должен был стать Лондон Лондон Я даже не знаю, что это может быть Со мной никогда в жизни этого не случалось Такой сильный каш Не знаю, что делать Это один из видов кашля Очень многие женщины среднего возраста страдают этим заболеванием Довольно Как можно говорить? Женщине такие вещи Такого еще никто не позволял Со временем вы привыкнете К этому не привыкнешь Придется, мадам Хорошего дня Думаю, на сегодня все Жду всех завтра Будьте готовы Ну что ж Вы отец мальчика? Да Что стряслось? Так, посмотрим У мальчика врожденная косолапость Кэрри, займись-ка им Это, конечно, странно, доктор Только я не вижу в этом ничего страшного Это здорово А я постоянно из-за этого переживал Это от того, что вы слишком серьезно к этому отнеслись Видите, это косолапость Думаю, классу интересно будет узнать Существует много разновидностей этого заболевания Перед нами самый незначительный случай Вы, может быть, нам продемонстрируете более интересный? Хорошо, сэр Вы не будете возражать, если мы попросим вас разуться? Ну, я не знаю Все понятно Как я и думал Талипес Эквинос Искривление и неправильное изращивание суставов стопы Очень любопытный случай, скажу я вам Разрешите взглянуть? Врожденная косолапость Проще говоря, стопа, повернутая внутрь Причина искривления весьма туманна Наследственность имеет большое значение По словам доктора Литтла, опасность рецидива существует на протяжении четырех поколений Доктор, вы закончили? Скажу тебе, приятель, она не дурна Француженка? Да, она работала моделью в Париже Понять не могу, почему ты перестал заниматься живописью Такой красотой я готов любоваться хоть дни напролет Но это... Женщину можно определить по строению таза Мне больше нравится, когда... Какая милашка Только не затягивайся, детка Все, мне уже пора убегать До встречи Счастливо Всего хорошего Забавный малый Послушай, Кэрри, ты, наверное, шикарно развлекался в Париже О, да Неужели ты и правда знал всех этих великолепных женщин? Ну, некоторых из них Вижу, ты как раз тот, кто мне нужен Ты не мог бы оказать мне услугу Какого рода? Ну, есть одна девушка, я боюсь с ней заговорить А ты был в Париже и все такое Может, ты подскажешь для начала, что нужно говорить? Я просил Гриффитса помочь мне, он отказался Спросил только, для кого это все нужно? Только ты можешь помочь Скажи ей что-нибудь Что? Не веришь? Ты просто прелесть По-моему, она необыкновенная Ничего особенного Ты же не думаешь, что ей нравится этот проходимец? Ну, не знаю Вот она идет Скажи ей что-нибудь Вижу, ваш приятель ушел Не понимаю, о ком вы Я имею в виду вашего рыцаря с рыжими усами Неужели он променял вас на другую? Некоторым людям следует меньше совать нос в чужие дела Понятно Вид сзади великолепен Ничего, если я буду говорить с вашей спиной Женщин можно определить по строению таза И вы еще считаете себя джентльменом? Прости меня За что? Я говорил, что она очаровательна Оказалось, что она совершенно не сдержана Прости, что втянул тебя в это Не стоит беспокоиться Ты же не думаешь, что мне есть дело до слов этой глупой официантки? Тебе, может быть, и нет Мне пора, ты идешь? Думаю, я закажу еще чаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что-нибудь еще? Забудьте, что я вам сказал. Хорошая погода, не правда ли? Какая разница? Мне все равно торчать здесь целый день. Не говорите так, я хотел сделать вам комплимент. Что же вы медлите? У вас невероятно милая улыбка. Вам следует чаще улыбаться. Да неужели? Когда работаешь целый день, как я, едва ли найдется повод для улыбки. Возможно, я исправлю положение. Позвольте, я попробую. Честно говоря, не знаю, хочу я этого или нет. Что ж, надеюсь, вы решите положительно. КОНЕЦ Здравствуй, куколка. У тебя такие миленькие маленькие ручки. Посетитель. Как поживаете? У вас хорошее настроение? Я прождал 10 минут. А я знала, что вы художник. Неужели? Это я? Похоже. Не правда ли? Ну, если я так выгляжу. Чаю. Вы очень необычная. Может, вы поужинаете со мной как-нибудь? Или мы можем сходить в театр? Я не против. Как вы работаете? В четверг у меня выходной. Тогда в четверг. В 7 часов. Станция Виктория. Хорошо. Встретимся в зале ожидания второго класса. Билеты во все направления. Билеты, пожалуйста. Билеты, пожалуйста. Билеты во все направления. Билеты, пожалуйста. Билеты, пожалуйста. Я уж думал, вы не придете. Как вам это нравится? Сами же опоздали. Я уж было собралась уходить. Я был в зале ожидания второго класса. Мы, кажется, там договорились встретиться. Зачем сидеть во втором классе, когда есть возможность оказаться в первом? Вы разве об этом не думали? Да нет. В любом случае, мы же не останемся здесь. Конечно нет. Пойдемте. Мне нравится эта музыка. Когда я слышу ее, я думаю о вас. Такая бледная, необыкновенно холодная. На вас так действует шампанское? Нет. Что будем делать дальше? Попытаюсь добиться вашего расположения. Думаю, мне удастся. Что ж, у джентльмена есть шанс. Он знает, что сказать. Мы увидимся снова. Я не против. Тебе вообще-то не наплевать? Нет. Не с тобой, так с другим. Простимся здесь. Останься хоть на минуту. Не могу. Почему? Еще начнут болтать. Простимся. Хорошо. Спасибо. Мне нравится эта музыка. Когда я слышу ее, я думаю о вас. Когда я ее слышу, я думаю о нас. Никогда у меня никто не танцевал, как вы. Я искал тебя всю свою жизнь. Ты чем-нибудь вообще занимаешься? Я должен быть на занятиях. Так почему же ты здесь? Мне гораздо приятнее побыть с тобой. А если девчонки узнают, что ты меня ждешь? Не знаю, какое это имеет значение. Они смеются над тобой. Правда? Почему же? Они говорят, что ты в меня по уши влюблен. Можно называть тебя Милдред? Я не против. Только не говори так больше, ладно? Почему же? Я буду называть тебя Милдред, а ты зови меня Филипп. Идет? Я подумаю. Я... Мне неловко говорить. Но ты не подаришь мне свой поцелуй? Нет. Милдред, может, встретимся в субботу? А я не против. Они на субботу? Конечно. Моя фамилия Миллер. Эмиль Миллер. Мне кажется, мы знакомы. Неужели? Я думаю, у нас общие интересы. Интересы? Мой мальчик, вы такой... Творческий. Вам следует быть более... Ну, вы понимаете. Спасибо за совет. Не благодарите. Теперь вы. Когда я тебя увижу? Ой, я совсем забыла. Я не могу пойти с тобой. Почему? Моя тетя заболела. Что все это значит? Просто я не хочу идти без тебя. Не хочу. Тогда разговор окончен. Вы что, шпионите за мной? Я думала, вы джентльмен во всех отношениях. У вас встреча с Миллером? Нет. Что вы себе позволяете? Я могу встречаться с кем хочу. Он опаздывает? Мне приятнее ждать его, чем позволять вам ждать меня. Вы не передумаете? Я могу еще купить билеты. Нет. Нет. Вы так же ждете его, как я жду вас. Если вы не проведете со мной этот вечер, то больше никогда меня не увидите. С катертью дорога. Выпьешь? Заря? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Экзаменационная сессия. Сдали. Провалили. Филипп Кэрри. Мне очень жаль, приятель. Как насчет большой кружечки пива? Вряд ли меня это приободрит. Что же еще? Позовите официанта. Зачем? Пусть увидит, кто вы. Зато вы знаете, кто вы. И я это знаю. О чем это вы? Простите, я не хотел. По-моему, вы слишком интеллигентны для меня, молодой художник. Милдред. Почему я вам не нравлюсь? Потому что я калека. Нет, дело не в этом. А я думаю, в этом. Глупец. Моя шляпка. Какой неуклюжий. Ты вообще понимаешь, что делаешь? Как ты себе представляешь брак с такой девушкой? Не знаю. Позволь спросить тебе. Зачем тебе жениться на ней? Потому что я безумно влюблен. Все ясно. Это очень изящное кольцо. Такие сейчас в моде. Думаю, это то, что вам нужно. Всего доброго, сэр. Филипп, ты рад, что мы сегодня встретились. Я просто счастлив. Правда? Конечно. Почему? Не знаю. Просто ты весь день была так мила со мной. Я хочу тебе кое-что сказать. Теперь я легко могу это сделать. Я тоже. Я тоже должна тебе кое-что сказать. Позволь сначала мне. Вот. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Мне очень жаль, Филипп. Именно это я и хотела сказать. Это не может больше продолжаться. Я выхожу замуж. Это правда? За кого же? За миллионера. Он очень хороший человек. Да. Наверное. Теперь ты перестанешь искать со мной встречи? Хорошо. Мне уже 24 года. Время остепениться. Я устала так жить. Мне надоело. Все это, конечно, ужасно, Филипп. Но вообще у меня встреча. Мы с моим женихом идем в театр. Мы с моим женихом идем в театр. Такси. 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 КОНЕЦ И в этом был смысл? Нет. Лондон – крупнейший город в мире. И ты знаешь, как можно залечить разбитое сердце. Найти другую? Верно, приятель. Пылкая любовь. Куртон Эй Пеггитт. Нора, ты же не читаешь эту ерунду? Нет, я это написала. Это моя работа. И это популярно? Очень. Мои романы пользуются огромной популярностью. У кухарок. Они считают меня изысканной. Но не будем об этом. Поговорим о нас. Нора, я ведь тебе совсем не нравлюсь, да? К чему такие глупые вопросы, мой мальчик? О, моя дорогая, я никогда не думал, что ты можешь быть... Такой? Восторженный. Такой гордый, такой счастливый. Такой великолепный. Ах, если бы ты не был влюблен в нее. Как ее звали? Милдред. Потому что она разбила тебе сердце. Из-за нее тебе понадобилось столько времени, чтобы понять, как я к тебе отношусь. Я все видел. Ах, дорогой. Давай сходим в театр. Нет, ты будешь готовиться к экзамену. Давай сходим. Угу. 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 Дорогая, ответь, зачем тебе это? Тебе этого никогда не узнать. Со мной ты будешь скучать. Как бы я хотел потанцевать с тобой. Я знаю, как ты любишь танцевать. Филипп, это глупость твоей стороны так переживать из-за пустяков. Люди замечают это при первой встрече. Но потом совершенно забывают об этом. Я говорю это, потому что я тебя люблю. И я не хочу, чтобы ты расстраивался. Так что, пожалуйста, оставайся дома и грызи свою науку. Вас ожидает какая-то девушка. Кто она? Я не хотела ее опускать, но она была так расстроена. Нора! Зачем ты приехала? Не думал, что снова увижу тебя. Что случилось? Он бросил меня. Эмиль. Неужели? Да. Но у меня будет ребенок. Присаживайся. Ты хочешь, чтобы он вернулся? Он никогда не вернется. Почему? Не вернется, и все. Ты его жена, он должен тебя содержать. Он не станет. Даже если бы он предложил, я бы отказалась. Почему? У меня еще осталась гордость. Есть что-то еще, да? У тебя нет денег? Нет. Вот возьми, найди себе квартиру. Потом посмотрим, что можно сделать. О, Филипп, ты всегда так добр ко мне. Я знала, что могу на тебя положиться. Нужно поговорить, господин Миллер. Что вы намерены делать в отношении Милдред? Я? Что вы хотите, чтобы я сделал? Чтобы вы позаботились о ней. Вы, вообще-то, ее муж. Я? Я муж Милдред? Я. Вот моя жена. Что ж, мне все равно нужно знать, что вы собираетесь делать. Я? Я ничего не стану делать. Женатый мужчина ничем не может помочь незамужней матери. Почему ты мне не сказала? Я не могла. Что ж, это, конечно, грустно, но все будет хорошо. Филипп, я еще нравлюсь тебе. Правда? Может, это прозвучит странно, но так было всегда. И кажется, так будет всегда. Я сделал все, чтобы ты полюбила меня. Я думал, что ты не способна никого полюбить. Ужасно так думать. Ты готов пожертвовать всем ради любимого человека. Мне очень жаль, Филипп. Я никогда не забывала твоего предложения выйти за тебя замуж. Филипп. Да? Ты был так добр ко мне. Я сделаю все, что ты захочешь. Правда? Почему же? Услуга за услугу. О, неужели? Ты злишься? Нет. Может, я приготовлю что-нибудь? Конечно, если хочешь. Хорошо. Я скоро. С большим удовольствием. Телеграмма Филиппу Кэрри. Дорогой, почему от тебя нет вестей? Нора. Войдите. Здравствуй, дорогой. Нора. Как ты здесь оказалась? Просто проездом. Я так долго стучалась в твою дверь. Филипп, почему ты так долго не писал мне? Я как раз собирался. Почему ты не приезжал? Ну, я был занят. Почему ты молчишь? Понимаешь, Нора, я хочу тебе кое-что рассказать. Ты была так добра ко мне, и от этого мне еще тяжелее. В чем дело, Филипп? Прости, но все кончено. Ты хочешь сказать, что больше не хочешь быть со мной? Боюсь, что так. Что же случилось? Ничего. Я очень ценю твою доброту. Просто я... Просто ты никогда не любил меня так, как я тебя. Видимо, так всегда и бывает. Один любит, а другой позволяет себя любить. Все как всегда. Хочешь расположить к себе мужчину, лги ему. А если быть искренней. Филипп, у тебя появилась другая? Да. Кто она? Милдред. Она вернулась. В конце концов вернулась. Как ты мог? Сам хотел бы знать. Ты так привязан к ней? Да. Как я к тебе. Как она была привязана к Миллеру. Людям это свойственно, привязываться к кому бы то ни было. Забавное маленькое существо. Улыбается. Вы извините меня. Я рад, что все позади, дорогая. Ты был так добр ко мне, Филипп. Теперь все изменится. Позаботьтесь о малыше. Конечно, мам. Всего доброго. Всего доброго. Я знаю, ты этого не одобряешь, Филипп. Но что же мне делать? Я должна работать? Не обязательно. Каждое воскресенье я буду проведывать малыша. Хорошо. Что ты собираешься делать днем? Я пригласил Гриффитса. Правда? Зачем? Я знаю, ты находишь его забавным. А я не хочу, чтобы ты скучала. Привет, привет. Простите, немного опоздал. Пришлось избавиться от назойливой дамы. Почему ты не взял ее с собой? Потому что мне она не нужна. Меня не интересуют свободные девушки. А я тебе нравлюсь? Я страшно голоден. Конечно, ты мне нравишься. Но ты мне понравишься еще больше, если вытащишь моего приятеля куда-нибудь сегодня вечером. Если тебе это удастся, я расскажу тебе забавную историю, обещаю, и не будет скучно. А что же он будет делать? Платить. Как тебе это нравится? Это было так весело, ужасно смешно. А потом... Спокойной ночи, Филипп. Сладких снов. Постой-ка. Ты влюблен в Милдред? Я? Да это просто смешно. Ладно, приятен. Нет, постой. Для тебя это очередное развлечение. У тебя ведь много было женщин. Не забирай у меня, Милдред. Приятель, она ничего для меня не значит. Правда. Тебе нравится, Филипп? Очень. Как мило с твоей стороны. О чём ты думаешь? Вчера ты так нескромно флиртовала с Гриффитсом. Да, я помню. Вообще-то я, кажется, улюблена в него. Почему-то меня это не удивляет. Что ты имеешь в виду? Гриффитс симпатичный, весёлый. Он заставляет тебя смеяться. Перестань не издеваться. Вы слишком интеллигентный для меня, молодой художник. Я не издеваюсь. Ты слишком серьёзно к этому отнесся. Ошибаешься. Почему нет? Потому что Гриффитс не любит тебя. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Хочешь, я покажу письмо, которое он мне прислал утром? Я всю ночь думал о тебе. На рассвете я отправил посыльного с письмом. Ты понятия не имеешь, какой разговор у меня был с твоим приятелем. Он спрашивал, люблю ли я тебя. Конечно, что же ещё я мог ответить. Я знал, что он тебе расскажет, поэтому будь уверена, что ты навсегда, поверь мне, навсегда останешься девушкой моей мечты, Гриффитс. Что скажешь? Я что, не могу его любить? Почему же можешь? Тогда в чём дело? Ни в чём. Просто я был глупцом, полагая, что я нужен тебе. Но ты мне нужен, Филипп, как друг. Но не более того. Но к Гриффитсу ты испытываешь совсем другие чувства. Ты такая холодная. Тебя вообще что-нибудь трогает? Вот значит как. Смирись с этим, Филипп. Сердцу не прикажешь. Я люблю его. Если тебе есть что сказать, скажи сейчас. На тебе красивое платье, Милдред. Я не мог его себе позволить, но купил. У тебя хорошая квартира. Я не мог себе это позволить, но я... Джентльмен не стал бы меня этим попрекать. Да мне наплевать, что я поступаю не как джентльмен. Если бы я им был, я бы не связался с такой дешёвкой. Прости, Филипп. Я не думала, что всё так обернётся. Гарри меня ждёт. Что ты намерена делать? Я еду в Париж. Убирайся. Вон, я сказал. Филипп. Филипп. КОНЕЦ Я переезжал трижды, и эта женщина постоянно меня преследует. Мне неприятно это делать, но... Я все улажу, сэр. Идемте, мадам, вам нельзя здесь оставаться. Идемте же. КОНЕЦ Послушай, Кэрри, мы с Милдред расстались. Сочувствую. Извини, мне нужно делать доклад. КОНЕЦ Что-нибудь интересное, Кэрри? Какая необычная у вас фамилия? Старинная йоркширская фамилия. Когда-то главе нашего рода дня не хватало, чтобы объехать верхом свои владения. Теперь все это промотано. Пущено на ветер. Здравствуй. Здравствуй, папа. Кэрри, познакомься, это моя дочь. Я окрестил ее Мари Дель Соль. Мать зовет ее Салли. Она мой первенец. Всегда была очень добра ко мне. Думаю, она проявит доброту и к тебе. Папа. Папа все время говорит ерунду. Ему нравится меня смущать. Конечно. Почему бы тебе не заглянуть к нам, Кэрри? При первой же возможности. И она у тебя будет. Ждем тебя в гости в первое воскресенье, когда меня выпишут. Конечно, приходите. Конечно, приходите. Такие дома несколько антисанитарные. Черт с ней с санитарией. Дайте мне искусство. У меня девять детей. Плохая канализация идет им только на пользу. Загляни-ка лучше на нее. С превеликим удовольствием. Я принесу пиво. Поторопись. Надеюсь, вы накрыли стол не из-за меня? Я бы с удовольствием поведал с миссис Ательни и детьми. Нет. Я всегда ем отдельно. Люблю старинные обычаи. Женщинам вообще не следует сидеть за столом с мужчинами. Вы так не думаете? Почему? Это губит беседу. Набираются всяких идей. А женщинам всегда не по себе, когда у них в голове заведется какая-нибудь мысль. Вы говорите, как настоящий англичанин. Вы правы. Именно настоящий йоркширский пудинг дает мне сил. Предоставьте это я и мой мальчик. Салли, ты ведь не хочешь, чтобы он путался у тебя под ногами? Она вовсе не сочтет вас губианом, если вы будете спокойно сидеть на месте, пока она подает к столу. Черт у рыцарства, верно, Салли? Да, папа. Салли, сколько можно смотреть так на нашего гостя? Но, папа... Ты знаешь, о чем я говорю, Салли? Нет. Папочка. Я заметил, как ты строишь глазки этому молодому человеку. Принеси-ка еще пиво. Вот что я скажу. Нет ничего лучше английского пива. Возблагодарим Господа за маленькие радости, за рост бив, пиво и хороший аппетит. Однажды я был женат на светской даме. Ради всего святого. Никогда не женитесь на светской девушке. Почему же? Потому что леди – это жизненная позиция, характер и индивидуальность. Мужчине нужна жена, которая умеет вкусно готовить обед и воспитывать детей. Как ты считаешь, Салли? Не знаю, папочка, тебе виднее. Ну, хватит об этом. Теперь я поухаживаю, Салли. Садись на мой стул. Пока я принесу молодому человеку сыра. Спасибо, папа. Вам здесь нравится? Вы даже не представляете, как. У меня никогда не было семьи. Здесь впервые я понимаю, что значит семья, дом. Не считай, что мы немного queer? Все queer, но я и тебя. И иногда ты немного queer. Спасибо, папа. Не грусти, Кэрри. Салли очень стеснительна, но я уверен, она хотела бы... Вы не хотели бы увидеться снова? Ну же, Салли! Приходите в следующее воскресенье. Продолжение следует... Хочешь, я провожу тебя до станции? Не стоит. Почему? Уже поздно, Салли. Ну, я уже взрослая. Мне двадцать. Поговорим, когда тебе будет тридцать. Ты слышал, что я сказал, старина? Да, слышал. Я не хотел бередить старую рану, просто я думал, что тебе будет интересно узнать о Милдрэк. Я сочувствую ей. Я не стал бы тебе говорить, но она в отчаянии. Я думал, ты согласишься ей помочь? Вряд ли. Сигарета есть? Я не виню тебя. Понимаешь, она сама просила передать тебе её адрес. Знаешь, ситуация просто ужасная. Ей нечего есть, денег нет совсем, да ещё ребёнок. Она с ребёнком? Да, я думаю, нетрудно догадаться, на что она может пойти. Милдрэк. С малышом всё в порядке? Я очень благодарна тебе, Филипп. за то, что предложил тебе жильё. Добро пожаловать в мой дом. Так неудобно стеснять тебя, да ещё ребёнок. Ты ведь мог и не пустить нас. Ты же не думала, что я так поступлю. Ты всегда был добр ко мне, я этого не заслуживаю. Теперь я понимаю, какой я была глупой. Сердцу не прикажешь. Давай не будем об этом. Теперь мои чувства изменились. Вот что, Милдрэд. Давай расставим все точки над И. Ты здесь, потому что... Я знаю. Я знаю, что ты больше не хочешь жениться на мне. Нет. По крайней мере, я могла бы готовить, убирать квартиру. И, может быть, однажды твоё чувство изменится, и всё будет как раньше. Спасибо тебе. Я не хочу курить. Что ж, спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Хозяйка приходила, кое-что сказала мне. Она сказала, миссис Кэрри, как вы можете это выносить? А что не так? Это неприлично. Это отвратительно. Я бы сказала, хранить дома портреты обнажённых женщин. Знаешь, что я думаю? Я бы сама убрала их с полки. Даже не думай. Мне нравятся эти портреты, Милдред. Нравятся и точка. Что случилось? Ты всё ещё любишь меня? Я не знаю. Меня слишком часто разочаровывали. Какое это теперь имеет значение? Никакого. Только я понимаю, что тогда я была с тобой холодна. Теперь ты отвечаешь мне тем же. Что же дальше? Дорогой племянник, это поможет тебе добиться успеха в колледже. твой дядя Уильям Кэрри. Интересно. Дорогой племянник. Где ты был? У Ательни. Почему ты не спишь? Бессонница. Накинь что-нибудь, замерзнешь. Не переживай. Позволь мне остаться. Фил. Фил, я так тебя люблю. Не говори ерунды. Это правда. Я не могу жить без тебя. Пожалуйста, встань. Перестань ломать комедию. Фил, ну послушай. Я так больше не могу. Прекрати. В любом случае тебе придется уехать. Пока можешь оставаться сколько захочешь. Но знай. Ты мне противна. Я? Я тебе противна? Ты... Ты... Ты слишком хорош. А вместо того, чтобы провести ночь со мной, ты будешь сидеть тут и смотреть на своих обнаженных женщин. Милдред. Ты негодяй. Ты грязная свинья. Мне всегда было наплевать на тебя, слышишь? Мне было невероятно скучно с тобой. Ты зануда. Я ненавидела тебя. Мне противно было Даши тебя целовать. Я это сделала только потому, что ты умолял меня. Ты меня преследовал. Ты сводил меня с ума. А когда ты меня поцеловал, я долго не могла смыть с себя эту грязь. Но я возместила себе все за каждый поцелуй. Мы смеялись над тобой. Милдред меня предал, а Гриффитс меня предал. Мы просто смеялись над тобой, потому что ты был глупцом. Ненавижу. Ненавижу тебя. Ты просто чудовище. Я тебя ненавижу. 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 Тебе нравятся эти картины? На, получай. На. Так они смотрятся гораздо лучше. Ты мечтаешь стать врачом? Попробуй-ка теперь это сделать. Вы уезжаете? Почему? У меня больше нет денег. Что вы намерены делать? Да что угодно. Скажите, может я смогу помочь вам с вашим недугом? Думаете, вы сможете что-то сделать? Завтра увидим. Как ты, Филипп? Все в порядке с Алли. Прогуляемся? Давай. Почему бы нет? Осторожно. ПАПЛАСАНСКИЙ. 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 КОНЕЦ Объявление о работе. Извините, сэр, вы нам не подходите. И где вы раньше работали? Простите, сэр, очень жаль, сэр. Очень жаль. Простите, сэр. Ничего. Господин Кэрри, простите, но мне придется оставить ваш багаж у себя, пока вы не оплатите счета. Агнес. Почему ты не навещал нас? Ну, я не знаю, я был очень занят. А ты поправилась. Зато ты выглядишь неважно. Ты считаешь? Да. Думаю, тебе кажется. Я поправилась, потому что... В прошлое воскресенье я отправила тебе письмо, но хозяйка сказала, что выгнала тебя. Здравствуй, Филипп. Послушай, дочурка хотела, чтобы я с тобой поговорил. Хочу рассказать о своей жизни. Всю свою жизнь я отрудился. Спустя долгие годы я добился успеха. Так что не переживай. Все изменится. Где ты жил? Где придется. Почему не пришел к нам? Излишняя скромность, я полагаю. Брось. Теперь, когда у тебя трудные времена, мы хотим, чтобы ты был с нами. Здесь. Но я... Я не... Ты останешься здесь, пока все не уладится. Я не хочу больше ничего слушать. Что ж... Думаю, вы правы. Ведь мне и правда некуда идти. Вы так добры ко мне. У нас большой дом. Ты нас нисколько не стеснишь. Поэтому тебе стоит принять предложение. Папа, оставь его в покое. Я хочу с ним поговорить. Конечно, малышка. Папа не будет мешать. Я оставлю вас вдвоем. Это подойдет? Выглядит аппетитно. Прекрасная ночь для прогулки. Не очень. Я так рада, что ты останешься с нами. Долго я здесь не пробуду. Почему? Я больше так не могу. Мне нужно найти работу. Я уже говорила с папой. Не стоило. А я думаю, стоило. Папа хочет предложить тебе работу. Правда, где? Где он работает. Она в отчаянном положении. Совершенно не верит в то, что я ей говорил. Она узнала, где ты работаешь. Понятия не имею, как ей это удалось. Удачи тебе на новом поприще. Дансворд. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Вот и ты. Слышала, дела идут в гору. Помоги мне, Филипп. Помочь? Ты заболела? Я же помню, что ты врач. Да. За этим я тебя и позвала. Почему не обратиться к доктору? Есть бесплатная больница. Я не хочу, чтобы они глазели на меня. Что с тобой? Постоянный кашель. Давай, я осмотрю тебя. Постоянный кашель. 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 Это же не все так серьезно. Где твоя дочь? Она умерла. Прошлым летом. Только не говори, что тебе жаль. Не стану. Напротив, я рад. Я тебе мало чем могу помочь. Не оставляй меня, Филипп. Я знаю, что совершила ошибку. Но, прошу, не бросай меня. У меня больше никого нет. Ты единственный. Ты мужчина моей мечты. Ты джентльмен. Я счастлива, что встретила тебя. Вот то, что тебе нужно. Дорогой господин Кэрри, ваш дядя безвременно скончался, оставив вам небольшое наследство. В скором времени вы его получите. С наилучшими пожеланиями, Джекоб. Больница Святого Варфоломея. Диплом Лондонского университета. Новости судоходства. Компания «Ориентал Стим Шиплайн» принимает на работу Филиппа Кэрри на должность корабельного доктора на судне «Пасифик», в субботу отплывающего в Сидней. Наша последняя встреча. Салли. Дорогая. Я так не хочу, чтобы ты уезжал. Дорогая. Береги себя. Может, это все глупости. Наверное, ты так считаешь. Ты ничего не можешь с этим поделать. Кто-то любит себя, а ты нет. Дорогая, посмотри на меня. Ты всегда будешь так ко мне относиться? Да. Я знаю это с того дня, когда ты впервые пришел к нам домой. Но сначала я и не думала. Дорогая, когда я вернусь, если ты все еще будешь меня любить, ты станешь моей женой. Это значит, что ты меня все еще любишь. Вот это я называю ирония судьбы. Поторапливайтесь Интересно, выкарабкается? Я слышал, это очень интересный случай Постой, приятель, не ходи туда Почему? Ты позволишь? Не стоит Свидетельство о смерти Компания Oriental Steamship Line Прости, дорогой, что опоздала Ничего страшного, я не еду Что случилось? Я не могу оставить тебя, мою жену Ты намерен жениться на мне? Конечно Спасибо, Филипп Прошу прощения Ты не рада? И да, и нет Почему? Боюсь, это всего лишь великодушный жест Так нельзя Нет-нет, Салли, ты не права Филипп, я слишком люблю тебя, чтобы становиться у тебя на пути Филипп, ты свободен Да, но вдруг я понял, что мне некуда стремиться. Такси, сэр. Нет, благодарю. Мне нужна была свобода, чтобы осознать. Мне нужна была свобода, чтобы понять, что все эти годы, мечтая о побеге, я просто плелся по дороге жизни, не зная, куда иду. Такси, сэр. Нет, благодарю. Потому что преклонялся перед человеком, который чудовищно со мной поступал. Но теперь все кончено. Теперь я гордо шагаю по жизни. Почему же ты не уходишь? Потому что все, что я искал, передо мной. Прошу тебя, Салли, выходи за меня замуж. Если ты этого хочешь. А ты-то хочешь. Я не выйду ни за кого другого. Такси, сэр. Не желаете такси? Да. Конец. Прошу тебя. практика. Продолжение следует...